Сколько стоит так называемый борщевой набор в селах Ненецкого округа? Этот вопрос представители окружной власти обсудили в режиме видеоконференц-связи с главами муниципалитетов и региональными предпринимателями из Каратайки, Омы, Нижней Пёши и Уськары. Александра Литкова продолжит. 180 рублей за килограмм свёклы и столько же за морковь. Капуста, лук и картофель тоже стоят в среднем от 100 до 130 рублей. Такие цены на борщевой набор в поселке Каратайка. Наценка на овощи здесь составляет 100% от закупочной цены. Как говорят бизнесмены, виной всему сложная логистика. Продукты в поселок завозят из Воркуты вездеходом, который может находиться в пути сутки, а то и трое. Дорога, это не дорога. Я стал, когда мы жили, я много, 5 дней. Не выполнен, вот 5 минут. А пустой. И сколько, как это всё? И везем. Дорога, это не дорога. Они по 3 дня там сейчас ходят. Буськару продукты также завозят из Воркуты. Морковь и свёкла здесь, например, обойдутся покупателям в 200 рублей за килограмм. В Харивер товары доставляются из Кирова до Усинска поездом, затем вертолётом в посёлок. Цены здесь намного ниже по сравнению с остальными сёлами. Капуста 80, картофель свежий 65 рублей, лук 60, гулет свежий от 80 до 100 рублей, перец свежий 120, помидоры, 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 помидоры не сильно от 100 рублей до 120 рублей, и свекла по 80 до 90 рублей. Цена от поставщика и сложная логистика в регионе – эти два фактора и формируют конечную стоимость продуктов в Ненецком округе. На сегодняшний день в регионе действует субсидирование на доставку 19 видов товаров для предпринимателей, которые осуществляют деятельность в окружных сёлах. С начала текущего года была субсидирована доставка 730 тонн продуктов на сумму порядка 43 миллионов рублей. Возьмём, например, доставку в отдалённые населённые пункты, вот тоже в Бугрино. Там где-то, ну, по-моему, уже 600 тысяч рейс, если стоимость рейса около 600 тысяч, а переводится там 2 тонны 200, то получается 270, а то и больше рублей на килограмм. И если не будет субсидирования, понятно, что тогда стоимость товара будет, это только транспортная 270, а остальное стоимость поставщика. Тогда цены будут зашкаливать заоблачные. Наталья Кордакова также добавила, что региональным предпринимателям в Каратайке и Усть-Каре рекомендуется поменять поставщика. Возможности для этого есть. Следующий сеанс онлайн-конференции по вопросу стоимости товаров с муниципалитетами запланирован на сентябрь.